Демпинг – это абсолютно рыночный, ничего плохого в нем нет, рыночный маркинговый инструмент. Если вы запланировали какую-то задачу, не сделали в течение 72 часов, значит, это была дурацкая задача. Если ты не предложил идею, ты попадаешь в черный список, тебя заносят в черный список, где тебе не повышают зарплату, не учат за счет компании, ты первый кандидат на увольнение. Так жалко, а у меня сейчас столько классных идей. Подписывайтесь на канал 1SBitrix. В эфире юбилейный выпуск программы «Битрикс24 спрашивает», а у нас каждый выпуск до 100-го будет считаться юбилейным. Кстати, хочу вам напомнить, что «Битрикс24» не только спрашивает, но и читает ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, мы все читаем и на многие вопросы будем с удовольствием отвечать. Сегодня у нас в гостях партнеры-основатели компании «Генклауд». Возможно, я произнес «Т» с неправильным американским произношением, но один из партнеров меня поправит. И ребята Юрий и Борис пришли к нам, чтобы поговорить о своих задачах, проблемах и вызовах. Вы компания «Генклауд», я Каракозов Юрий. Я Борис Лихачев. Мы занимаемся внедрением «Битрикс24», но наша работа не оканчивается на завершении проекта. Мы продолжаем работать с клиентом, обучая его и консультируя. Каждый месяц мы проводим более 150 консультаций. У нас есть три цели на ближайшее время. Первая цель. Мы хотим стать первыми по облачному «Битрикс24» в России. Вторая цель. Мы хотим запустить на рынок свой собственный продукт. Третья цель. Мы хотим уехать в отпуск. Один из наших больных на текущий момент вопросов, который стоит очень остро у нас, это знаем людей и новых кадров. Тут есть несколько проблем. Одна из проблем в том, что наш рынок достаточно молодой, и качественных кадров пока еще нет. Не выросло просто еще. Мало времени, мало опыта у людей работы с продуктом. Поэтому есть кадры, либо неквалифицированные под нашу специфику, либо квалифицированные, но которые просят много денег. Вот наш вопрос. Как поступить в такой ситуации? Все-таки вкладываться в людей новых, выращивать их без гарантии остаться там с ними работать, они куда-то убегут через полгода, или там брать готовых переплачивать им? Как поступить в такой ситуации? Где брать людей? Почему бы не рассмотреть промежуточный вариант и не сделать что-то посередке? То есть вкладываться у молодых специалистов, но при этом у них формировать лояльность к вашему бренду? Вообще я всегда был сторонником того, чтобы брать людей со стороны, желательно с вуза. В свое время, когда издательство «Манова» и «Фербер» начинало, у нас было 14 сотрудников. 14 сотрудников из них 6 были студенты. То есть реально студенты – это очень здорово, потому что они не знают слова «нет». Вот это мне всегда нравилось в студентах. Они не знают, как это сделать, но они никогда не скажут тебе «нет». Они просто берут, вцепляются в какую-то задачу, в задачу, которую ты им дал, и они ее решают. Если развивать институт наставничества в компании, то есть за молодым сотрудником закручать опытного, если привязывать материальную мотивацию наставника к результатам работы ученика, если развивать правильную корпоративную культуру, то вы не потеряете человека, которого вы взяли к себе. А так получается, что когда человек входит в компанию, ему потом как-то лениво уходить в другую компанию, потому что он видел эту компанию изнутри, он вместе с ней рос, и покидать ее совсем не хочется. Ну, конечно, есть люди, которые будут искать, знаете, как рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Всегда будут такие люди. Но я бы пошел по этому сценарию. Пытайтесь идти в вузы, выступать там. Вы просто договоритесь с преподавателями о том, что вы придете в вуз и расскажете о том, что такое на самом деле бизнес, автоматизация или автоматизация бизнеса. И, соответственно, скажете, ну, между прочим, мы берем к себе стажеров, зарплаты нет, но мы обещаем, что вы тут точно сможете показать, что вот не только теория, но и практика у вас за плечами. Напишите классный абсолютно диплом. А если будете работать очень хорошо, начнем вам платить повышенную стипендию и потом примем к себе на работу, не знаю, там с определенными преференциями. Мне кажется, что есть очень толковые студенты. Проблема только заключается в том, что самых толковых студентов выбирают еще на третьем курсе, потом приходить нужно на второй курс, а может быть даже на первый, и как-то им удочку забрасывать. Ребята, подумайте про то, что генклауд это прям, может быть, имеет место вашей мечты. Я думаю, что книжку ReWork, книжку «Не сходите с ума на работе» вы уже читали. Ну, это такой гимн дистанционной работы, написанной командой 37 сигналов. Я думаю, что очень многие вещи оттуда нужно забирать. Очень хорошо написано про корпоративную культуру в компании, в компании Запас, в книжке «Доставляя счастье». То есть можно очень много классных идей по тому, как формировать корпоративную культуру, брать из западного опыта. Очень хорошая книга есть, обнимайте своих сотрудников. Ну, то есть даже если вы на выходных прочитаете пополам эти книги, а потом поделитесь идеями, у вас прям будет очень хорошая рабочая обстановка. У нас большая часть штата на удаленке. Почти все наши сотрудники работают в регионах России. До пяти лет, поскольку у нас миф «Ман-Аванов и Фербер» существовал пять лет без офиса, мы все тоже работали на удаленке. Здесь есть просто определенные требования к людям, которые будут работать на удаленке. То есть по факту, но это не означает, что я могу работать, начальник за мной не следит. Это означает, что на самом деле, как только ты встал в тапки, твой рабочий день из кровати, твой рабочий день начался. Здесь нужна очень высокая самодисциплина. Кстати, многие люди не могут работать в домашних офисах. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались. Но с учетом того, что вы из IT, и прозрачность работы человека, что он делает, когда он делает, и даже как он делает, ну, абсолютно понятно. Я думаю, что для вас это не проблема. Очень многие компании работают дистанционно. Это просто еще одно ограничение при нами сотрудников. Ну, это неудивительная история для IT. Вот если бы вы были продуктовым магазином и сказали, что наши кассиры и метрендайзеры работают удаленно, вот я бы удивился. А сейчас вы мне говорите это, я не удивляюсь вообще ни разу. Прям еще странно даже, что мы сейчас интервью проводим глаза в глаза. Я думаю, вообще надо ломать шаблон и теперь все делать по скайпу. Но, как говорил мой папа, по скайпу в баню не сходишь. Все-таки вот нам очень важно пожать друг другу руки, на что-то забиться и считать эмоции, считать язык жестов. Ровно то же самое, когда мы пытаемся кому-то что-то продать, скайпит последнее дело. То есть нужно сесть в машину, сесть в самолет или в поезд, доехать до человека, посмотреть ему в глаза и сказать то, что ты считаешь нужным или, по-моему, считать ту эмоцию, которую он тебе пытается передать. Вот понимаешь, что для кого-то нужна зарплата, для кого-то нужна селф-эстим, самооценка, для кого-то нужна просто работа, которая доставляет удовольствие. Вот в конце концов, если мы вернемся к истории создания вашей компании, вы сказали, что у вас была богатая идея, то есть мы делаем General, не Electric, General Cloud. Есть очень хороший анекдот про консультанта, когда у одного человека заболели цыплята, и он пришел, фермер пришел к консультанту и говорит, у меня заболели цыплята. И консультант говорит, я знаю, в чем проблема, их надо покрасить в зеленый цвет, они будут цвет травы, будут лучше впитывать солнечные лучи, и поэтому поправиться. Странно, сказал фермер, но пошел, купил краски, покрасил всех своих цыплят в зеленый цвет из пульверизатора. На следующий день приходит и говорит, вы знаете, консультант, что-то все плохо, цыплята еще хуже себя чувствуют. Им не хватает жизненной энергии, говорит консультант, надо поставить хорошую цветомузыку, поставить Майкла Джексон, они начнут двигаться в такт музыки и, конечно, поправятся. Хорошо, сказал фермер, купил цветомузыку, купил музыку, поставил Майкла Джексон, на следующий день приезжает И говорит, вы знаете, у меня все цеплянята сдохли, и на что ему консультант ГТХ жалко, а у меня сейчас столько классных идей Да, да Игорь, такой вопрос к вам Мы в работе с клиентами ориентированы прежде всего на долгосрочные отношения Наша база собиралась долго, и многие клиенты с нами с самого начала работы нашей компании Вопрос такой, мы как интеграторы, наша миссия настраивать Битрикс24 и помогать в работе с ним Но когда клиент с нами достаточно долго, допустим 2-3 года, большая часть его потребностей по внедрению уже закрыта С продуктом он хорошо знаком, все сотрудники обучены Вопрос, как нам поддержать отношения с клиентом и сохранить свою значимость для него Потому что зачастую клиенты эту значимость теряют Они ее не видят Хороший вопрос, Борис Я понимаю, что сейчас вас будут подталкивать к тому, чтобы заняться еще чем-то, кроме Битрикс24 Но по факту Битрикс24 очень глубокий, большой функционал Давайте представим, что вы приходите к клиенту, который называется А Делайте аудит того, насколько он использует Битрикс24 и говорит Вы заряжены Битрикс24 на 28% То есть вы используете потенциал Битрикса на 28% И, соответственно, такой зависший клиент говорит, а что нужно, чтобы 50? Вы говорите, вот мы рекомендуем вот такие-такие-то вещи там вот еще освоить или внедрить То есть попробуйте сделать, если у вас действительно очень хорошее отношение с вашей клиентской базой Попробуйте эту клиентскую базу прямо просегментировать То есть появляется еще уровень зарядности Битрикс То есть как бы все у них есть, но вопрос, насколько это все используется Может это поможет вам развивать дальше, углубить, как говорится И продолжить отношения с вашими клиентами, не занимаясь другими брендами Это хороший вариант, да, он предполагает более глубокую работу с клиентом Но еще предполагает создание комплекса неполноценности Вы должны представить себе, что вы говорите мне, что мой бизнес заряжен Битрикс24 Сегодняшно 30%, я же явно 70% не недовыбираю И у меня появляется желание как раз, ну, хотя бы попасть там И вы можете даже еще играть температурой То есть зеленая, это, подложим, от 70%, как бы верхняя зона, это зона чемпионов Середнячки, там, начинается, подложим, с 45%, а все это ниже, это как будут лузеры Ну, может быть, плохое слово, ну, там, типа, начинающие У всех красных, кто не был в нашей компании, это точно А вот если они с вами работают, наверняка у них там, ну, не 75% уровень заряженности То есть не весь функционал Битрикс24 они используют Не весь Весь? Нет, не весь Не весь, ну, вот вам и возможность для роста, ну, по крайней мере, на той же самой клиентской базе Мы делаем такой аудит бесплатный, чекап, каждый год, ну, как обычно нам рекомендуют врачи Проверяем, мы говорим, смотрите, у вас ситуация в компании изменилась Раньше у вас было 50 сотрудников, не нужно было там иметь внутреннего портала А сейчас у вас там уже 150 сотрудников, вам необходимость внутреннего полтора Портала есть Там раньше вам не нужны были автоворонки, вы работали с партнерами, а сейчас вы начали работать с конечными клиентами И вам они нужны В общем, я думаю, что это как раз поддает вам возможность лучше погрузиться в бизнес клиента каждый год Это не так, ну, не такое большое усилие И самое главное, это не выглядит как попытка продать ненужное Потому что вы проверили то, что ему необходимо и, соответственно, ему это советуете Отличная идея Я рад Спасибо Вопрос следующий, наверное, связанный с долгим поддержанием отношений с клиентами Наш рынок, он достаточно молодой еще И поэтому набирает постоянно новых партнеров, новые компании Приходят как совсем новые предприниматели, которые запускают свой бизнес Так и какие-то взрослые уже люди, которые умеют строить бизнес Приходят в нашу там отрасль автоматизации Серым системам или внутренних каких-то процессов Именно на битрикс24 Часто новые предприниматели Они не очень еще понимают свою бизнес-модель И они демпингуют по рынку По стоимости услуг По каким-то предложениям Ну, то есть свое УТП еще не определили Но их УТП, которое тестовое, пробное Оно часто лучше того, что предлагаем мы Мы верим, что такие партнеры долго не живут И практика подсказывает, что они там через какое-то время исчезают Что их УТП еще там Не выверено рынком, да, что он их вытолкнет Но тем не менее часть клиентов теряем Из-за того, что постоянный поток новых партнеров Которые приходят, хватают свое, уходят Но мы уже потеряли там какую-то свою долю клиентов Что делать в такой ситуации, как убедить клиента, что там Опыт, экспертиза там Я понимаю, что, наверное, ваши клиенты, которые с вами работают долго Ну, не поведутся на более низкую цену Потому что они уже привыкли к тому, что вы понимаете их бизнес Вы говорите с ними на одном языке Мы говорим про то, как завевать новых клиентов С точки зрения завоевывания новых клиентов Демпинг это, ну, кстати, я думаю, всем это будет интересно Бывает демпинг плохой и демпинг хороший Демпинг плохой, когда ты работаешь реально в минус Вот реально в минус, в минус себе И при этом, конечно, рушишь других Демпинг хороший, это когда ты скидываешь цены У тебя еще остается достаточная маржинальность Ты просто готов ей пожертвовать для того, чтобы завоевать долю рынка Поэтому демпинг это абсолютно рыночный Ничего плохого в нем нет Рыночный маркетинговый инструмент Но вот тогда, когда используется демпинг плохой У компании есть определенное количество выборов Вообще, на самом деле, в теории есть 7 стратегий Но в вашем конкретном случае можно сделать следующее Первое, не обращать внимания на такие компании Как вы правильно сказали, они приходят и уходят Ну и, собственно, те клиенты, которые к ним перебегают Или те клиенты, за которыми они бегают Это не ваши клиенты Вторая стратегия Это предложить что-то тоже очень низкое Например, это может быть какой-нибудь продукт Который с ограниченным функционалом Или который делают самые молодые ваши сотрудники Или продукт, на который ваша гарантия Генклауд не предоставляется Или за который вы вообще ответственность не несете То есть люди должны понимать, что когда что-то делается дешево Это делается плохо Есть очень хорошая картинка Которую в интернете можно найти Татуировщик выбивает на спине здоровяка У здоровяка в руках такая картинка лошади, пегаса Прям очень красиво фотография Реально такой пегас На спине у него татуировщик выбивает такую лошадь Знаете, как дети обычно рисуют Ужасная такая лошадь Вообще на лошадь не похожа Скорее на верблюда какого-то похожа Там крылья в разные стороны И, соответственно, подпись такая Всегда найдется тот, кто сделает это дешевле Но у тебя мысль такая Когда этот здоровяк подойдет к зеркалу И посмотрит на свою татуировку Что он сделает с этим татуировщиком Поэтому на демпинг компании идут от отчаяния и отсутствия фантазии Если у вас есть фантазия и если у вас нет отчаяния То вы просто не разделяете точку зрения этих людей Но еще раз, это тоже возможная стратегия Кстати, третья стратегия из семи Это взять просто и поднять цены То есть, наверное, найдутся адекватные клиенты Которые подумают, блин, прикольно То есть, если продают дешево, у них плохо Если продают эти дорого, то у них, наверное, хорошо Потому что цена – это самый простой способ дифференцировать продукт То есть, когда, предположим, мы видим, что машина стоит, предположим, 500 тысяч И мы видим, что машина стоит 5 миллионов Это лучший способ дифференциации машины Если она дорогая, значит, она клевая, она классная Кстати, многие люди безостенчиво пользуются этим И на дурацкие продукты делают высокие цены И все равно продают Потому что люди на это ведутся Ну, в общем, можете поизучать эту тему в подробностях Но тут скорее важно понимать, что всегда найдутся те, кто захотят купить что-то подешевле То есть, наверное, то, что риск покупки по очень низкой цене Как бы очень высокий И ты можешь получить не то, что ты хочешь Ты можешь вообще не получить то, что тебе обобещали Поэтому просто не обращайте внимание на этот сегмент, на этих ребят Вы же Генклауд? Если вы хотите терять, не хотите терять клиентов Вам нужно создать компанию, которая называется «Желтая облачка» Ну, так прям, чтобы вообще было, не было связки с вами Уже вот когда я называю компанию Генклауд Прям понятно, что это должно стоить дорого А когда компания «Желтая облачка» Это понятно, что прям ребята чуть не бесплатно все делают Ну и завоевывайте рынок, нижний сегмент Если вам интересно, создайте такую дочернюю компанию Многие так делают Вот это идея на миллион Да, Игорь, мы очень много думаем про свой бизнес Мы живем уже последние 4 года почти Очень много идей Мы их очень много вынашиваем, квалифицируем В выпуске с Катериной Ким вы говорили, что у вас есть приложение, которое позволяет оценивать перспективность идей Вот мы что-то подобное всегда проводим у себя в голове и между собой Но тем не менее, идей довольно много Причем это не идеи, как захватить мир Это какие-то конкретные улучшения, которые принесут деньги быстро Или сократят издержки сразу Они настолько просты, настолько понятны, настолько очевидны, что прям береды делай Но проблема в том, что их много И брать и делать у нас получается все меньше и меньше Ну, во-первых, я предлагаю вам вести мораторий на идеи Это очень хорошая идея И в одном из моих бизнесов это реализовано У нас есть мораторий на идеи То есть сотрудник не имеет права предлагать идею, какая бы она гениальна ни была Потому что нам сначала нужно сделать те идеи, которые были придуманы раньше Второе, попытайтесь сотрудников замотивировать на реализацию идеи Кстати, это прекрасный способ заставить сотрудника не только предложить идею, но и подписаться на ее реализацию Но, предложим, компания Volkswagen платит сотруднику, который предложил какую-то идею, которая приведет к экономии 10% в течение трех лет То есть, предположим, если я предложу какую-то вам идею, и она позволит вам сэкономить 4 миллиона рублей Ежегодно, вы каждый год будете платить на 400 тысяч Я, естественно, буду замотивирован такие идеи вам предлагать И точно так же 5% от прибыли, которую получает компания в течение трех лет Что, если этот сотрудник мы? Как вы замотивируете? Выплачивать себе бонусы Мне кажется, это честная история Ну, то есть, в конце концов, вы, собственники, вы понимаете, что идея будет реализована Рано или поздно вы получите бонус Если вы будете еще сами себе выплачивать бонус от идеи Ну, прям, вот, отдельно Доплатный бонус Немножко подрезая свой общий доход, который вы потом разделите в какой-то пропорции Мне кажется, это справедливо Ну, хотя, я считаю, что, конечно, это неправильная идея Я сам сказал, я сам себя раскритиковал Собственники как раз должны думать, в первую очередь, над ключевыми идеями для развития бизнеса И я думаю, что в этом и состоит основная задача собственника Придумывать, придумывать, придумывать А когда у тебя идея заканчивается, ты заставляешь придумывать своих сотрудников Но было бы идеально, если бы вы и они придумывали все вместе Есть такой немецкий предприниматель Клаус Кобьел Я был у него в гостях Это немецкий ательер, ресторатор у него в компании Работает в сезон 70 человек, не сезон 30 Так вот, он, жена и его дочь И все остальные 30 сотрудников Каждый месяц должны предлагать одну идею Если ты не предложил идею, ты попадаешь в черный список Тебя заносит в черный список, где тебе не повышает зарплату Он не учат за счет компании Ты первый кандидат на увольнение Поэтому все пытаются предложить какую-то идею Пусть даже высосуну из пальца Но у тебя мозг не ржавеет Ты прям должен предложить идею в месяц Но есть это кнут Есть и пряник Автор лучшей идеи получает бонус в размере примерно 30 тысяч евро По результатам года То есть та идея, которая дала максимальный эффект По результатам реализации в течение года Автор этой идеи получает 30 тысяч долларов И идите спросить своих сотрудников Кто из них будет готов предлагать идею Если в конце года он получит 30 тысяч евро Все поднимут две руки и скажут Мы... Чтобы она была реализована Или ты должен подписаться в рабочую группу Которая это будет реализовывать Попробуйте свою компанию пропитать идеями креативности Есть очень интересный автор Майкл Микалко У него несколько хороших книг И они как раз про креативность в бизнесе Попробуйте прочитать книжку, как люди думают Ее написал русский автор Дмитрий Чернышев Вообще бомбическая книга на тему развития креативности Но просто если человек решает головоломки Играет в шахматы Делает какие-то нестандартные вещи Потому что стандарты он делает на работе И у него рождается нестандартная идея Потому как бизнес сделать лучше Книги больше читайте То есть предположим, сколько у вас человек работает в компании? Десять Десять Если у вас здесь человек в компании работает Вы можете 10 книг читать каждый месяц Каждому раздали по книге Получается, что к концу года вы прочитали 120 книг В каждой книге есть идеи А то и больше И у вас будет уже 120 идей Ну то есть не обязательно То есть есть идеи сложные Но есть идеи очень простые Но предложим Может быть, вот вы шлете коммерческие предложения Вы подумаете Вот прикольная идея в одной из книг Игоря Омана Можно сделать аудиокоммерческое предложение Или можно сделать видеокоммерческое предложение Вы делаете презентацию перед клиентами Вы читаете мою книгу И читаете, о, прикольно Можно сделать презентацию короткую, среднюю и длинную Вы дарите подарки своим клиентам Вот, зря Вы приходите, нужно сразу подарить людям подарок что они тут же проникается новый блин на ребят пришли с пустыми руками я конечно не могу их подвести должен хотя бы что-то им пообещать а может быть и правда им отдать заказ кстати книга лучше подарок игорь немножко продолжим вопрос который мы начали когда у нас список идеи есть они нам понравились проблем в количестве нет мы выбрали самые лучшие но проходит какое-то время и не воплощаются идеи там прошла неделя прошла 2 но связано с тем что мы погружены в какую-то рутину там есть что-то простое есть прокрастинация никуда это не девается вопрос есть ли какой-то критерий для бизнеса по времени в течение которого не было реализованы идеи что вот типа все край ну типа если мы месяц ничего не внедрили скоро нам конец но если есть это классная задача сделать и в течение 72 часов и трое суток если это но оказалось не классная задача что вы будете прокрастинировать на ней очень очень долго поэтому на такой объективный срок это три рабочих дня не сделали ну соответственно задача замещается другими задачами но бывает конечно длинные проекты потому что что-то можно сделать за три дня что-то можно сделать и только за три месяца поэтому от задачи зависит но есть у вас реально просто очень крутая идея родилась и вы прямо чувствуете что вы не уверите и вы прям считаете что я нужно обязательно обязательно сделать неважно сколько на времени займет просто она должна быть сделана но дорогая ложка беда вы должны понимать что есть понятие mvp и вы ждать совершенства наверное смысла нет нужно сделать первую рабочую версию в 2 версию 3 ну так как делать битрикс24 обновляя свой функционал ровно то же самое вы можете делать с проектами своими идеями хорошо спасибо а кто вас человек продажи то вас человек маркинг кто вас человек производства ну юра больше про продажи я больше про маркетинг но начиная с октября я сам стал работать с клиентами то про что вы говорите да мы к этому пришли я понял что мне нужно глубже знать продажи чтобы продолжить работа не просто с в маркетинге компания в компании в принципе отлично отлично я даже часто говорю маркетологам на своих семинарах что было бы круто если бы пришли в отдел продаж спросились на недельную стажировку прям берете отпуск но не идете в отпуск а неделю проводить в отделе продаж на во первых вас будет респект и уважуха со всей компании человек взял в отпуск а на самом деле работает сейчас в продажах потом вы просто с ними будете всегда находить общий язык может в неделю с ними поработали почему нужен отпуск то что в этот момент когда она свалится какая-нибудь работа связан с маркетингу вы скажете я не могу я в отпуске на самом деле вы погружены в продажу я так один раз провернул просто любовь продаж ко мне потом зашкаливала вот мы так и делаем сюда но не забывайте ходить в отпуск отпуск нужен и туда да это есть списки куда мы хотим привести свою компанию одна земли цель иметь свой продукт работать и удаленно на работе удаленно в отпуске ну вот может быть вопрос который меня лично заботит вы как человек там публичный успешно и предприниматель в чем не знаю должна быть амбиция предпринимателя где брать энергию потому что всегда стресс всегда операционка миллион идей и всех не успеешь сделать икигай вот я давно на себя нашел я работал несколько лет на японскую компании услышал коника компании что должен быть икигай и икигай это то что японцы называется большая цель то что по утрам заставляет доставать с кровати тоже тем напоминает про твои приоритеты вот самый сильный икигай это когда ты хочешь сделать лидеры я хочу рассказать то притчу которым не рассказали на японцы есть компания caterpillar который доминированная 80 процентов рынка и появилась компания которая называлась коматсу и президент компании коматсу который тоже работала но в японии и пыталась сейчас открывать свои международные офисы по всему миру и приходит журналист президент компании коматсу горит коматсу скажите пожалуйста вот какая у вашей компании миссия миссия компания коматсу сделать японию процветающей миссия компания коматсу сделать коматсу лидера рынка миссия компания коматсу сделать так чтобы сотрудники работающие у нас гордились работой в компании сделать так чтобы родители тех детей которые работают у нас гордились своими детьми сделать так чтобы дети тех сотрудников которые работают у нас гордились своими родителями но журналист уже явно заскучал год новость миссии все понятно а какое у вас видение господин коматсу хитро улыбнулся и ур хитро улыбнулся и сказал урыть катерпиллер все время когда мы создавали издательство манов и фербер мы были самым маленьким издательством на рынке но у нас была цель сделать альпину альпина тогда была номером один в сегодняшний момент мифу миф самое крупное издательство делал литературы но где-то подвезло где-то мы сильно работали но просто есть на чем-то очень долго работать по плану стеснул зубы не теряясь цель из виду вы станете номером один я вас верю давайте забьемся что у нас вещи конференция вы станете номером один когда следующая конференция конференция на которой подводится итоги объявляет весной будет к итоге будет в феврале скорее создавать через год конденсива в марте вот не не у не в этом году а через год в 2021 году но так хорошо 2021 году мы первые бьемся бежим отсюда работать надо еще хотелось бы чтобы под задание заскакивать я не заскакивайте не соскакивать и но что сделаем их вопрос сперва нужны ответы прежде чем мы подпишемся под эту странную авантюру но неужели вас нет амбиций стать первым как обеспечить ежедневное видение цели ежедневной своей работе соответственно материализация материализация то есть у вас должно быть что-то что материализует ну как бы показывать ваш цель предложим когда наше издательство шло на миллиард я поставил большую большую единичку красную в офисе нашей компании все ходили вокруг единички и всем это напоминал про то что мы должны сделать миллиард просто попробуйте сделать что-то что будет материализировать первое место купите виде стал в магазине спортивных товаров на первое место нас первую ступеньку наклеить свой логотип на второй логотип того человека который сейчас стоит на первом на третьем ну того человек который сейчас амбициозно наступает вам на пятки и соответственно вот вам визуализация по утрам записались забирайте все на перестал номер один я честно шучу это все американские специалисты советуют визуализация эта вещь но при этом если вы только будете забираться на пьедестал и даже будете там стоять утра до вечера ничего не делать сразу падать когда вы так можете вниз скатиться ну что ж мы прекрасно поговорили с борисом и с юрием вы видите ребята подвисли мне очень нравится когда умные ребята подвисает это значит жди чего-то великого и я с вами не прощаюсь до встречи в следующий вторник игр генерирует идеи каждую из них можно сразу же применять мы ушли с полной головой новой задательной реализации я думаю что именно эти задачи помогут нам достичь наших целей именно эти ценные советы приведут нас к победе да встреча заставила меня крепко задуматься я думаю в этом состоянии пребуду еще как минимум до завтра ну а завтра начинаем подписывайтесь на канал один из битрикс а